Завтра на острове Русский состоится самое масштабное событие в сфере туризма Дальнего Востока. Третий Тихоокеанский туристский форум. Первый день начнется с деловой части, а в следующие три дня для гостей и жителей края подготовлена отдельная программа. Нелли Булатова узнала, как их ожидают гостей и чем их будут развлекать. За несколько дней до форума единственная рабочая специальность, которая востребована здесь, это строитель и уборщик. Все остальное уже сделано. Зал средний главный во время деловой программы, поэтому важен каждый штрих. На сцене красный ковролин и белая мебель, так же, как на Восточном экономическом форуме. К мероприятию готовятся и звукорежиссеры. Тянут провода, проверяют микрофоны. Связь должна быть между всеми залами. Зал будет задействован средний, зал морской и зал сопка в течение двух дней деловой программы. Что касается высовки, то будет задействован корпус С. От Китая до Малайзии, от Владивостока до Якутии география форума масштабна. Поэтому и место проведения ДВФУ. Только здесь могут уместиться все делегаты. Их за три года стало в четыре раза больше. В этом году выступит более 40 спикеров из разных стран. Но форум это не только строгая деловая программа. Именно в этом зале пройдет основная выставка туристического форума. Уже завтра здесь появится более 150 экспозиций. Разные страны представят свою культуру. Это и Япония, и Китай, и Корея, остров Гуам. И даже Индия, которая два года отказывалась принимать участие в форуме. Но самая крупная и красивая выставочная экспозиция у Приморского края. Мы представим Восточное кольцо России. Готовятся к празднику и на набережной кампуса. Гостей форума ждет День путешественника, самая увлекательная часть. Также развернется ресторанная улица. И гости смогут попробовать русскую, вьетнамскую, японскую, бразильскую, китайскую и другие национальные кухни.